Качество. Это заправка с касковой станка. Вы видите, для того, чтобы у нас получилось полотно, ну кроме, конечно, приспособления, которого надо, вот эти нити основы, вот они идут, они должны пройти в правильном направлении свой путь. Сначала мы, для того, чтобы заплести вот такую кофту, мы работали вот на таком агрегате, который называется основалка, при помощи которого, ну, как это грубо сказать, понятно, отмеривается количество нитей и последовательность. Потом вот эти нити, мы видим, что каждая ниточка, видите, мастер, вот здесь у нас безобразие, вот здесь у нас уже готовое к работе будет полотно. Каждая ниточка пошла заправлять. Здесь 1280 нитей для того, чтобы не заправить. Каждый глазок, потом, взяв каждого вот этот вот бёстышко, мне придётся потратить, ну, наверное, недели 4. Потом это всё натянуть, чтобы оно было вот так вот ровно натянуто. Ну, можно посмотреть, да, потом мы пройдём. Вот это, получается, начальный этап, он очень важный. Почему? Потому что если мастер ошибётся, ему придётся всё сделать заправно. Другого вида исправления ошибки нет. И вот они уже нити, вы видите, они уже тут натянулись. Вот, она, каждая нить пошла своей дорожкой, через 4 нита, вышла через бердо и пришла уже, как бы, вот она, конечный путь. И теперь, в принципе, мы ткём. Этот катский станок мы ткём. Шить будем на швейной машине. Дорогие. Так, ну ладно, тут начали. Здесь у меня выборное качество. То есть я выбираю каждую клеточку своими руками. Да, своими руками. Вот, изначально я выбираю вот такой тоненькой бральницей. Вот здесь вот я набираю узор. Потом мне надо его перевести вот туда. Я здесь поднимаю, одну бральницу сюда пролаживаю, поднимаю её, потом вставляю сюда вторую бральницу. Вот она. То есть она уже набрала мне узор. А теперь по этому узору, выбранному, я уже пролаживаю нити. Вот в таком порядке. Вручную. Каждую ниточку, каждую клеточку. Я изучила ещё не все виды ткачек. Я умею на двух нитах ткать. Два нита, то есть вот это нит. Вот на двух нитах. Умею на четырёх. Умею на пяти. Умею на восьми. Последнее, что я изучила, это восьми. То меня этого никто не учил. Я всё это изучаю самостоятельно. Да, можно сказать так. У нас нету кому учить. Поэтому я всё это изучаю. Мне это интересно. Я уже учу. То, что я умею, я обязательно всем отдаю. Но я ещё не всё умею, к сожалению. Да, интересно, нравится. Да, представь себе. Мне это очень даже нравится. Вот нравится потом и то. Не нравится? Вот такое тебе не нравится? Хорошо. Из того, что здесь находится, тебе нравится? Вся одежда, которая на тебе, она была сначала соткана. Понимаешь? Тот рисунок, который у тебя на маечках, на всё, это было соткано. Это было кем-то сначала придумано, разработано. А я этим и занимаюсь. Сначала я беру вон бумагу, карандаш и начинаю придумывать. А потом исполнять.